Я их проверил на две трети до сих пор, то есть с большой вероятностью ваша работа уже оценена. И я выскажу свои общие впечатления от того, что увидел, и разберу, прокомментирую, объясню, что хорошо, что плохо в тех работах, которые вы мне скинете в комментариях. На всё про всё у нас час, соответственно, до восьми часов. Ну, давайте начинать. Начнём с того, что это, конечно, ужасно круто. У вас очень сильные работы. Довольно редко встречаешь такой уровень подготовки от людей, которые прошли только первую ступень. И не знаю, то ли это следствие того, что вы смотрели предыдущие работы, предыдущие курсовики, либо вы смотрели предыдущие вебинары, либо вы, в принципе, сами по себе крутые, либо как-то сошлись звёзды, я не знаю. Но я знаю, что то, что вы мне показали, то, что я посмотрел до сих пор, это очень круто. Большая часть работ, которую я проверил, проверю её две трети, уже на 80% готовы для публикации, например, в Тинькофф журнале. По своему качеству. Почти все работы, которые вы сделали, готовы к публикации в каком-нибудь более простом журнале, при условии, что там дизайнер придёт, подправит вам типографику и перерисует картинки. Любую вашу работу можно продавать как спецпроект заинтересованной компании. Ну, естественно, там разные уровни журнала будут, но в целом есть ощущение, что уровень ваш очень хороший. И мне, ну, с одной стороны, я горжусь, что мы такое сделали, что в школе есть такие работы, но с другой стороны, я понимаю, что эта заслуга в первую очередь ваша. И я считаю, что это успех. То, как вы всё сделали, это успех. Очень много работ с оригинальными исследованиями, очень много работ, в которых вы сами пошли, что-то сфотографировали, много работ с хорошей структурой, и почти всё написано довольно чисто. То есть, да, есть, конечно, и слабые работы, и куча всего, но мне нравится то, что вы мне показали. Оценки, соответственно, тоже довольно высокие. У меня по большей части... Не знаю, можно ли построить тут график какой-нибудь. Нет, боюсь, что нет. Но сейчас я вам попробую увеличить, чтобы вы, может быть, увидели. Давайте так, я вам сейчас отмечу, все работы больше 200 баллов. Точнее так, все работы меньше 200 баллов, то есть, все слабенькие работы, вот они будут меньше. Вот раз, работа меньше 200 баллов. А, что, я фильтр сейчас сделаю умный. Как тут это делать? А, условное форматирование. Условное форматирование. Давайте, вот зелененькое будет больше или равно 200. Готово. Пожалуйста, все работы больше 200 баллов. Я считаю, что это очень серьезный результат. Смотрите, почти все. Очень понравились работы, которые сверстаны отдельно. Ставил четверки за верстки. Просто нормальные, крепко собранные статьи, но сверстанные в тильде или в ради магии. Это просто четверка. Все то же самое, сверстанное на бутстрапе отдельно в HTML, это была пятерка. Все, что плохо было сверстано в тильде или в чем-то еще, естественно, было меньше. Но, короче, вообще круто, молодцы. Не ожидал от вас такой крутоты. Ну все, давайте смотреть. Теперь конкретно, вот кто сегодня пришел, в порядке, как вы скинули свои работы. Какие-то из них я уже смотрел, какие-то нет. В любом случае, попытаюсь вам все прокомментировать. Ага, авокадо, это я смотрел уже, по-моему. Стас. Я прошу не обижаться на меня на случай, если я не успею посмотреть вашу работу, потому что я разбирать буду немного более подробно, чем когда мы разбирали ваши промо-страницы. Но, если вы не успеете сейчас разобрать вашу работу, то приходите в следующий раз, потому что еще будет вебинар следующий. Я его начну с того места в комментах, на котором остановлюсь сегодня, если вы будете. Окей, смотрим на работу Стаса. Ну, картиночка смешная. Конечно, графика, вот то, как здесь наложен этот пузырь, очень грязная. Терешка лишняя. То есть, это все нужно делать чище. И сразу от этого ощущение неряшливости. Вообще, у многих есть проблема, что у вас есть очень хороший глубокий материал, хорошее глубокое исследование, но вы пока, к сожалению, часто не дотягиваете до эстетики. По эстетике. Косяки с полями, косяки с графикой. И все вещи, к сожалению, создают тягостное впечатление от работ. И их гораздо тяжелее читать. Поверьте, работа даже хуже написанная, но чище оформленная, воспринимается легче. Так, ну тут уже вроде все неплохо. Мне не очень нравится в плане выбора темы. Всякие темы насчет того, как что-то правильно выбрать в супермаркете, довольно безопасные и простые. На этом много чего написано. Это легко сходить в супермаркет, сфотографировать. Я не снижал за слабые темы ни в коем случае. И не повышал оценки за сильные темы. Но просто впечатление такое. Значит, первое, что бросается в глаза, когда начинаешь читать этот текст, это вот фраза «Я понял, что не знаю, какое на вкус спелая авокадо». Читателю пофигу, кто вы. Читатель вас не знает. Читатель, если вы начинаете статью с фразы «Я понял, что», то есть вы начинаете с себя. Это понятный ход, что вы хотите это все привязать и обосновать. Но где-то здесь, в пределах первого экрана, должно быть объяснение, кто я. И в случае я Стаса, к сожалению, лично не знаю, поэтому не знаю. Может быть, это вот его фотография, может быть, нет. И, кстати, это не очевидно из этого узла. Можно было бы подписать вот здесь, да, вот в этом месте, под фотографией, что это фотография Стаса. Можно было бы поставить здесь вместо вот этого спелого авокадо его фотографию. Поменьше, конечно. И, наверное, вот эту фотографию бы неплохо поставить крупно. То есть, чтобы... Это же все-таки основной герой нашей статьи. И, по идее, надо сразу его поставить крупно. Но почему-то оно здесь мелкое на полях. Это не очень круто. Но по-любому нужна фотография, нужна связь. Когда вы вводите своего персонажа в статью, то есть себя, вы должны задать сразу определенные ожидания от этого персонажа, чтобы люди почему-то вам доверились. Когда мы... Ну, я вам буду приводить, естественно, пример из Тинькофф журнала, как наиболее близкого и простого. У нас появилось новое правило в журнале. Мы теперь под фотографиями людей, которые публикуют статьи. Если это применимо, пишем, почему этому человеку можно верить. Вот, например, Саша Яковлева живет на два города. Сразу ответ на вопрос, почему этот человек пишет на эту тему. И это хорошо. Мы таким образом создаем для читателя повод доверять вам. И опять, смотрите, первый абзац в этой статье, лид. Я живу в Москве, а родители и друзья в Петербурге. Примерно раз в два месяца я мотаюсь туда и обратно. В лиде сразу, мы задали тему, сразу начали говорить по сути. То есть, сразу создали ожидание, сразу стали говорить по сути. У Стаса здесь очень медленный старт и унылый. Я понял, что не знаю, какое на вкус спелое авокадо. Авокадо, заказывая роллы, фрукт, горчил, пытались женой. Все фигня. Надо сразу брать читателя за то, что ему важно и говорить об этом. Хотите знать, как сделать так, чтобы ваше авокадо в салате не горчило? Или, бывало у вас, что вы покупали авокадо, а оно горчит. Короче, как-то попробуйте начать с того, что будет важно читателю и близко к теме статьи. Будет лучше. Окей, смотрим диагонально, какие бывают сорта. Вот этот узел очень хороший, образцовый. Да, два вида. Чудесно. Этингер, вытянут, похоже на грушу. Хаас, овальной формы. В плане структуры тут никаких претензий нет. Очень хорошо. Как отличить спелое? Авокадо упругая на ощупь, но след под черенком желто-зеленый. Это незрелый фрукт. Вот он, видно, да? Ну, неплохо было бы показать палкой, на что смотреть. Неплохо выделены вот эти вот первые штуки. Можно видеозапись здесь добавить. У кого-то было про рыбу. У кого-то было про рыбу. И эта рыба прям вот... Так, народ, напишите в чатике, у кого было про выбор красной рыбы. Где был видосик с нажатием на мясо, которое восстанавливало форму. Если это у вас было, скиньте мне сейчас сверху, скажите, у меня это было и дайте ссылку. Мы сразу сравним. Тут, когда ты ставишь две картинки рядом, читатель начинает как будто бы сравнивать между ними. Найди 10 отличий. Пытается как-то сопоставить их между собой. А это не так. Здесь не нужно их сопоставлять. Здесь достаточно было показать, что, типа, смотреть надо сюда. Так что, ну, не очень. Вот, Миша. Миша красавчик. Вот работа Миши. Смотрите. Тут сейчас будет видос. Раз, два. И это сразу вернулось, а это медленно восстанавливается. Несмотря на грязь в плане того, что они дергаются, блым-блым, да, было сейчас только что. Очень круто вот именно это, да, что тут реально сопоставляешь разницу. И ты наблюдаешь, что тут он восстанавливается, а тут уже восстановился. Очень хороший ход. Очень прям вообще порадовало. Структура нормальная. Это очень хорошо. Хорошая демонстрация. Прекрасно. Где найти спелое? В метро. Не забывайте, что у нас есть кавычки. И если вы называете магазин метро Cash & Carry словом русским метро или метро, ставьте кавычки. Вот здесь кавычки не стоят, и получилось, что в метро крупная авокадо. Это плохо. Тут та же проблема. В карусели, в ленте, кавычки, в общем, потеряны везде. Плохо. Тут получился бутерброд. Фотка, задавленная следующей фоткой. Это не то, что прям очень страшно, но я рекомендую в этой ситуации поставить все картинки гурьбой. Может быть, как-то по-другому их закомпоновать, а текст смешать. То есть, чтобы у вас не было ситуаций, когда большая картинка, две-три строчки текста и дальше одна большая картинка. Цитаты Людвига. Прикольно. Пять дней авокадо созревает дома. Если спелое не нашлось, как его созреть, хороший узел. Вот это хороший, кстати, узел. Тут видна логическая временная последовательность. То есть, изнутри и снаружи. Классно. Вот это вот здорово. Можно поставить одно над другим, тоже будет неплохо. Сфотографируйте шпаргалку. Успелого авокадо. Вот насчет, кстати, шпаргалок. Молодцы те, кто использовали в конце своей работы в каком-либо виде шпаргалку. Вдвойне молодцы те, кто сразу давали адреса и явки. Например, у кого-то была статья недавно читал, как купить ноутбук маме. И сразу покупайте вот эти три ноутбука и еще сколько-то на Яндекс.Маркете было. Круто. И то есть, любые шпаргалки в конце заходят. Молодцы, здорово, что сделали. Дальше. Источники. Я яростно карал всех, кто не использовал в своей работе источники и писали работы по наитию. Та же статья, как выбрать ноутбук для мамы, сильно проиграла от того, что человек просто воспользовался своим опытом компьютерщика. Это, конечно, прекрасно само по себе, но из-за того, что вы ни на что не ссылаетесь, очень легко любому другому человеку, у которого другая точка зрения, прийти и сказать, что вы не правы. Это плохо будет для вас, как для автора. Скоро выйдет статья о том, как работать с источниками. Надеюсь, она вам поможет. Так. Ну, в целом, работа сильная. Минимальные доработки по эстетике. Вот эту фотографию надо бы покрупнее поставить. Тут лишняя фотография. Это хорошо. Вот эти фотографии сгруппировать, текст тоже сгруппировать. Не факт, что Людвиг нужен здесь на самом деле. То есть, да, конечно, клёво, что он об этом рассказывает. Но это такая какая-то дизайнерская штука для обычного человека. Что за Людвиг Быстрановский, любитель авокадо, вообще непонятно. Но фоточки нормальные. Работа в целом очень достойная. Идём дальше. Миша Голев. А, ну вот, его же работа следующая. Hello. У Стаса и у Миши, кстати, одна и та же ошибка. Смотрите, верхняя картинка прилипла к браузеру, вот сюда, вверх. Я не знаю, может быть, это какой-то дефолт Redimago или его глюк. Но из-за того, что она прилипает вверх, ощущение здесь, вот в этом месте, сразу ощущение тесноты. И здесь тоже сразу ощущение тесноты. Вот этому всему стало тесно. Если вы просто эту штуку опустите на, там, на модуль, на один модуль, на одну, один ход вашей сетки, там, оставите здесь небольшой зазор, то уже у вас будет немного более воздушная статья, станет легче читать. То есть одно дело, когда у вас фотография растянута на всю ширину экрана, такое бывает. Окей. Но, в смысле, на всю ширину и на всю высоту. Но здесь, из-за того, что она влипла, не очень хорошо. Ну, вот это неплохо, но опять, почему фотография не подписана, главное? У Стаса тоже. Кто этот мужик? Что он делает? Что означает эта фотография? Подписывайте изображение. Даже первое. Несмотря на то, что он Люда Сарычева рассказывала в каком-нибудь руководстве. Так. Тут мне нравится прямо структура. Как выбрать красную рыбу? Свежая, упругая. Вид важнее, описание. Смотрим на глазик. Полуоткрытый плохо, открытый хорошо. Мясо без прожилок крашеное. Это хорошо. Филе на бонус. Филе на кожу. 5 свойств. Всё круто. Кораблик милый. Но интересно, а не посадят ли вас на штрафы за то, что использовали этот кораблик? А ваш ли это кораблик? Почитаем. Три похожих друг на друга куска рыбы лежат на прилавке. Цена разная. Как выбрать? Неясно. Продавец предложит ту, что дороже. И добавит, что дешёвая рыба тоже хороша. Вчера сам себе брал. Чтобы научиться выбирать самостоятельно, разберёмся, как проверить свежесть и качество рыбы. Хорошо. Нормальное введение. Всё клёво. Рыхлое мясо – признак испорченной рыбы. Нажмите на тушу пальцем. Хорошо. Вид рыбы важнее описания. Неважно, кто выращивает или робит, хорошую рыбу продают и норвежская аквариумная ферма, и мурманская рыболовная компания. Хорошо. У плохой рыбы нет гражданства. Хорошо. Надписи на ценниках «Охлаждённая», «Полуохлаждённая», «Замороженная» тоже не ориентир. Рыбу нельзя привезти в супермаркет в центральной части России без заморозки. Если рыба называется охлаждённой, она должна сохранить исходные качества с момента улова, чтобы заморозить рыбу по правилам, и на сутки кладут в камеру с медленной разморозки. Ну, может быть, непонятно, какой из этого вывод. Три дня лосось сохраняет слежесть в охлаждённом виде. Тут лишний дефис. Но, в целом, как бы узлы хорошие. Мясо без прожилок, крашеное, бах, сразу все эти фотографии собрались. Вот, за это я вас хвалю. Вот это молодцы. Такие узлы очень хорошо. Вы удивитесь, ну, вы сейчас должны понимать, что это очень легко и логично, и как бы по-другому делать нельзя. Ну, что ты не можешь поставить что-то иное. Но, к сожалению, я каждый день работаю с авторами в журнале, и, в принципе, с редакторами, и вижу, что у них полный ахтунг с этим. У вас с этим всё хорошо. Молодцы. Советы шефа. Значит, совет шефа можно было сделать в 10 раз интереснее. Почему? Потому что у тебя сейчас советы шефа похожи очень по структуре на вот эту конструкцию. Тот же шрифт, тот же логотип, в смысле, тот же... Та же архитектура этого блока, и только справа этот шеф. Фигня. Ставь, делай сразу интереснее. Ставь шефа в левый угол, меняй порядок верстки, потому что это нечто другое, да. Текст ставь сюда чуть-чуть правее, шефа левее. Пусть он говорит что-то, да. Или возьми фотографию в круг, если хочешь, чтобы это было как-то эффектно. Ну, короче, наружь вот эту последовательность. Сейчас при беглом просмотре вот совет шефа ничем не отличается от двух других и трех других модулей. Бонус. То же самое, бонус нужно было вытащить. И непонятно, почему вдруг у тебя заголовок стал меньше, чем вот этот заголовок. Никаких проблем с тем, чтобы делать вот таким же большим, нет. Рецепт. Рецепт можно было тоже интереснее сделать. Вытащить его вот так вот вертикально в столбик, вот в этом где-то месте. Фотографию поставить сюда. Видосик можно было. Можно было нарисовать три этапа приготовления. Будет очень хорошо. Пять свойств свежей рыбы. Неплохо. Ну, да, нормально. Можно так оставить. Конечно, можно позвать дизайнера сделать интереснее. Но у тебя уже тут все интересно, поэтому необходимости в этом нет. Хорошая, сильная работа. Молодец. Ерес Андрей. Так. Обратите внимание, как у Андрея сразу качество графики, при том, что я, естественно, не снижал за качество графики оценку, как качество графики сразу снижает кайф от работы. Вот фотография у Миши, которая была чуть выше, гораздо сильнее, чем то, что нарисовал Андрей. Ну, и тут метафора, конечно. Ну, с другой стороны, когда пишешь что-то о такой абстрактной вещи, как кредитка, кроме метафора, у тебя ничего не получится. Ну, окей. Допустим, это можно отрисовать. Как приручить кредитку? Тема сформулирована плохо, потому что на уровне заголовка уже пропала польза. Нет ничего в мире клиента. Ну, я сильно сомневаюсь, что люди ходят с мыслью, как же мне приручить кредитку. Как не переплатить по кредитке? Да. Как не платить банку проценты? Да. Как правильно пользоваться кредиткой? Прекрасно. Приручить требует дополнительного хода в голове. Плохо. С первой кредиткой у меня не сложилось. И как бы сразу с первых же минут вы, конечно, проявляете, ты, конечно, проявляешь вот это ощущение невпорядковости. Но ты же автор этой статьи. Читатель должен тебе почему-то доверять. А ты сразу с первых моментов, с первых минут говоришь, что у тебя не сложилось. Тут же сразу нужно было бы написать второе предложение. Зато типа я мастерски овладел второй. Ну, введение, да. Опять та же проблема, что непонятно кто ты. Нет ни фотографий, ничего, никакого повода тебе доверять. Плохо. В целом, на самом деле, Андрей, работа не очень сильная. То есть, есть какие-то вещи, которые ее вытягивают, но не самая лучшая работа, к сожалению. Но все впереди. Что нужно знать о кредитке? Теория, бирочка прикольно легла, сверстана плохо. Все очень почти что на одинаковых расстояниях. Объяснение тут неплохое, но проблема в том, что... Непонятно, как бы зачем это читать. Просто передо мной сколько-то абзацев текста, прежде чем я прыгну сюда. И на самом деле, может быть, это и хорошо, потому что тут я прыгаю сразу глазами сюда, читая предыдущий абзац, потому что я не понимаю, что это имеется в виду. Каждый месяц банк составляет документы по моим покупкам. Это выписка. Период для выпуска называется отчетным. И типа что, как бы, какой вывод здесь, непонятно. Хорошо, что это ты подписал, долг по карте. Такие вещи ключевые нужно выделять жирным или желтым, чем-то, короче, говорить, смотри сюда. Этого выделения мало. В выписке указаны три важные цифры. Это плохо, то, что тебе пришлось дополнительно про выписку писать. Нужно было все это рассказать прямо на картинке. Со дня выписки, тра-та-та, период называется беспроцентным. Ну, вот это понятная схемка. Практика первая, потом практика вторая и практика третья. В целом, дальше структура неплохая. Хорошо, что ты используешь в конце каждой практики, как я думал, как на самом деле. Плохо, что у тебя все оформлено одинаково. Из-за этого очень тяжело читать. Визуально это все смешивается в одну кашу. Кегли везде примерно одинаковые, рисунок примерно одинаковый. И все это очень трудно воспроизводить. Нужно больше выделять, более активно, более контрастно делать визуальную часть. Проблема общая этой работы, что воспринимать ее нужно только при чтении подряд. То есть, это возможно. Ты понимаешь мысль Андрея только когда вникаешь в эту историю. А я рекомендую вам, при том, что это неплохо, само по себе, естественно, читатель должен вникать. Ты не сделаешь статью, в которую совершенно не нужно вникать. Но я рекомендую давать вам такие инструменты читателю, чтобы он мог теоретически пройти, не вникая. Вот смотри, у тебя здесь вроде как вывод, да? Проценты начисляются со дня покупки, а не с конца беспроцентного периода. И что? Какой из этого вывод, какой из этого совет даешь? Здесь не хватает совета для того, чтобы... Если выберу кредитку вместо кредита, то надо что делать? Вот этого не хватает. Если покажу долг через 55 дней после покупки, а вы вот покупайте в начале отчетного периода, если отчитываете на беспроцентный период. Странно. Кстати, смотри. Выберу кредитку вместо кредита, а здесь погашу долг через 55 дней. Эти подзаголовки, кстати, и деление на разделы сейчас больше похоже на свойства продукта, а не на сценарий человека. Ты вроде назвал это практикой, как будто бы так люди будут формулировать тему, но люди так тему не формулируют. Люди не формулируют, как бы мне погасить долг через 55 дней после покупки. Нет. Как купить дорогой подарок и вернуть деньги сильно позже? Вот так, например, можно сказать. Если я расточусь кредиткой, сразу как получу выписку. Ну, типа, и что? Почему мне это полезно знать? То есть, деление на структуру не очень зашло, к сожалению, а хотелось бы, чтобы деление на структуру было в мире читателя. Сейчас этого нет. Хотя, безусловно, схема, которую ты здесь используешь, очень хорошая. Ну, вот эта вот вещь. Ты мог бы, если бы, ты, конечно, здорово сделал, что сверстал сам, этого не отнять. Визуально это не очень круто, к сожалению, но там несколько взмахов волшебной палочкой, и будет хорошо. Пока плохое деление по структуре. Нужно больше в мире читателя. Ну, запомнить неплохо, неплохо, неплохо. Эта картинка, конечно, сразу создает настроение неправильное, из-за этого не хочется читать. А, стоп, стоп, стоп. Важный момент. Я когда читал, как раз вспомнил, хотел сказать. Когда ты... Вообще, это, в принципе, совет всем вам, ребята. Смотрите. Когда у вас статья, у которой какая-то сложная структура, очень хороший повод, способ помочь читателю в этом дне разобраться, это объяснить ее с высоты птичьего полета. То есть, сказать, как в целом устроена статья. Например, здесь можно было бы написать абзац, что сначала я вам расскажу общие типа вещи, что нужно знать о кредитке, а потом попробуем, что, три ситуации, или три схемы, как платить меньше. То есть, еще введение, еще в самом начале, дать читателю некую опору, чтобы он понимал, как это работает. Кстати, вот я сейчас подумал, что в нашу вот эту статью неплохо бы такую добавить. Да, нам тоже такое надо. Окей. Аня. Но, еще раз, ребят, я вам говорю, при всем том, что я вас буду сейчас критиковать, и критикую, и вообще тон голоса у меня не очень дружелюбный, знайте, что ваши работы на голову выше, чем были до вас. И уже на голову выше, чем то, что в среднем делается. А если вы это еще допилите, докрутите и дожмете, то это будет очень хороший уровень. Так что, мою критику воспринимайте, как руководство к улучшению вашей работы, которая и так уже очень крута. Вы уже почти все можете идти работать в коммерческий отдел условной «Медузы», фигачить им спецпроекты за большие деньги, у вас все будет классно. И даже лучше, чем у «Медузы» иногда выходит сейчас. Молодцы. «Как найти съедобные огурцы и помидоры зимой?» Ну, иллюстрация «Милота» в супермаркете, интернет-магазине на рынке в Питере. Окей. Сейчас увеличу. Угу. Очень длинное вступление, довольно мучительное, на самом деле, к сожалению. Ну, типа, два абзаца рассуждений о том, как тяжело быть вегетарианцем. Отучайте себя от длинных вступлений. Вот статья моя, которую я редактировал про Москву и Питер. Тут вступление кончается вот здесь. То есть, типа, вся косвенная информация кончается ровно на первом предложении. Дальше начинается статья сама. И тут объясняется, почему автору стоит доверять, а тут предупреждение от... Так, сейчас, как бы сказать... От умников. Вот, предупреждение для умников, которые испытывали как-то по-другому эту тему этой статьи и захотят обязательно что-нибудь на эту тему высказать. Кстати, интересно, высказали или нет. Ну, то есть, следите за тем, чтобы у вас не было двух абзацев фоновой информации. Начинайте сразу, блин, берите быка за рога. Чем раньше, тем лучше. А, ну пока нормально все в комментах. Ну, ладно. Не разожгли. Как выращивают и откуда привозят? Россия, зарубежья, дальние зарубежья. Хорошо. Гидропоника. Способ выращивания овощей без почвы в питательном водном растворе или твердом субстрате. Растения дозировано ослабжают норму. Та-та-та-та. Хорошо. Теплицы, агрохолдингов и круглый год. Хорошо. Угу. Гидропоника. Написано нормально, на самом деле. Вот то, что у меня сейчас перед глазами. Хорошо написано, спокойно все изложено. Никаких замечаний тут нет. Как выбирать? Мне, честно, не очень нравится, когда фотографии именно в консюмерских статьях, типа, как выбрать одно или другое, заменяются на рисунки. Тупо потому, что это же некая метафора, да? То есть, именно сказательный подход к изображению. То есть, вот это вот один единственный случай, когда иллюстрация хуже, чем фотография. Можно было просто поставить фотку огурца. Но написано хорошо, на самом деле, поэтому какой-то проблемы из-за этого не возникает. Свежая плугая ветка, кожица тонкая, та трескается. Отсутствуют белые прожилки, цвет красный. Хорошо. Хорошо сделана цитата Ольги Ли. Она, во-первых, красотка сама, и сразу доверяешь ей от этого. А во-вторых, очень хорошо, очень хорошую деталь здесь автор подчеркнул. Кто это у нас? Аня Бугаева. Аня классную деталь подчеркнула, что в хороших ресторанах помидоров и огурцов зимой не будет. Это прям здорово. В супермаркете информация на ценник настораживает. Краснодарский оказывается признан из Белоруссии, что указано на маленькой полуствертой наклейке. Помидоры брендированные упаковки в свой огород приехали из Марокко. Чтобы овощи оказались дешевле, агрохолдинг по 600 грамм указывает цену за пачку. Хорошо. Но тут опять есть некая проблема, что очень много подробностей внутри текста, а хочется их вытаскивать. Ну, типа, так что ж тебя. Вот видите, как бесят, блин, всплывашки. Ну, вот здесь, например, прям просится выноска и надпись. Смотрите, это произведено там-то. Или вот, видите, написано тут плохо. Или обратите внимание, что цена стоит не за килограмм, а за пачку. То есть, эти все вещи нужно делать вокруг иллюстраций. Помня, что читатель на иллюстрациях по-любому останавливается, и нужно пользоваться этим моментом для того, чтобы читателю что-то продать, что-то ему рассказать. Иллюстрация – самое лучшее место, чтобы рассказывать вокруг нее истории. На рынке. На крытом рынке продают овощи Азербайджана, 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 Израиля. Окей. Обычно я покупаю у двух продавцов. Огурцы Миранды из Азербайджана приходится покупать у незнакомого продавца. Некондицию сразу видно. Хорошо. Ну, вот хорошо сфотографированные вещи. Местные огурцы Выборжец – настоящие бакинские помидоры. Очень хорошо. Доставка от фермеров. И классно сфотографированные вещи. Три магазина. Можно было эти три как-то сдвинуть вправо немножечко, чтобы было видно, что это разные магазины. Я бы на самом деле вытащил название магазина в начало этого блока. Типа «Сытый пузик» – магазин задорного названия. Или просто без задорного названия. Вот это вот выпиливаешь про задорное название, ставишь «Сытый пузик» – начало абзаца, и дальше у тебя текст. То же самое. «Зеленый хутор» – начало ставишь. Тем более, что все вот эти фразы у тебя водичка. «Еще один интернет-магазин фермерских продуктов» – фигня. Ставишь в начало. У тебя сразу будет связка. «Доставка от фермеров» – «Сытый пузик», «Зеленый хутор» – «Органика». Все в начало строки ставишь – будет хорошо. «Решаю заказать на кробу по килограмму». Выбираю самовывоз. «Овощи из фермерского магазина – абсолютный чемпион вкуса». Абсолютный. Ахаха. «Самые дорогие овощи с рынка проигрывают им по аромату и вкусу. С магазинами нельзя сравнивать. Цена на помидоры сравнима». Окей. Подведем итог. Ну, не хватает здесь какого-то еще управления вниманием. То есть, опять, это просто сплошной текст. То, что здесь стоят буллеты – не спасает. Нужно больше выделения. То есть, Ань, вообще в целом хорошо. Работа колоссальная, сделана хорошо по эстетике. Довольно серьезно. Ну, то есть, не позорно. Сверстана очень четенько, прям, ну, приятно. Не нравится, что ты заставляешь читателя читать, а я за то, чтобы давать ему больше инструментов скользить. И здесь этого немного не хватает. Хотя, повторюсь, хорошая работа. Так. Антон, привет. Петр. Петра работу я видел. Одна из первых работ, которую я посмотрел. Мне очень понравилось вот это начало. Вот это прям очень смешно. Причем, сразу видно, что написал в этой статье мужчина. Потому что именно женщина превращается в человека-голубя, а мужчина такой весь пострадавший. Не, ну окей, можно и так. Конечно, как бы уровень шутки и эстетика здесь пока что-то из серии студенческого КВНа. Но ход очень глубокий и верный, мне кажется. Поэтому неплохо. Вообще, у Петра очень круто сделано что? Он, я не знаю, он ли или кого-то это заказал. Иллюстрация Натальи Витягина. Вот он, видимо, у Натальи заказал иллюстрации про отношения. И эти иллюстрации эту работу вытягивают просто колоссально. То есть, при всем при том, что примеры диалоги в этих иллюстрациях, в этих комиксах довольно странные. Ситуации сами довольно надуманные. Ну, то есть, ты быть текстом, в этого никогда бы не поверил. Но, когда это все выражается иллюстрацией, а именно комиксом, ты автоматически начинаешь в это верить, потому что ты это видишь перед глазами. Ну, например, он сидит себе и думает, съездим в Питер. Она сидит себе и думает, съездим на море. Они встречаются в аэропорту, и он едет в Питер, а она пытается поехать в аэропорт на море. И у них друг с другом, значит, непонимание. Ну, так не бывает, да? Но благодаря тому, что это сделано в комиксе, ты этому веришь автоматически. То есть, в этой реальности, которую Петр создает, это работает. И ты в это веришь, понимаешь суть проблемы. За счет этого у тебя все собирается. Это круто. Мне нравится каркас. Мне нравится, что здесь модули называются в инфинитиве. Что делать? Не полагаться. Как там дальше? Относиться. Что еще было? Извиниться. А, да, извиняться только по делу и так далее. И мне меньше нравились статьи у тех ребят, у которых были в повелительном наклонении советы. Просто, сейчас объясню. Когда ты ставишь совет в повелительном наклонении, ты как будто бы даешь человеку, не то чтобы приказ, но ты ему, ну, по ощущениям, ты ему как будто советуешь, занимая как будто бы позицию немного сверху. А здесь ты максимально отстраняешься от этой ситуации, то есть вот у тебя не полагаться на чувства. И, конечно, у этого есть еще некий уровень наивности и назидательности. Ну, типа, ты пытаешься вывести из какой-то реальности сразу правил сходу. И в какой-то момент это перестанет выглядеть свежо, и читатели будут уходить от статей типа советы хозяйкам и искать статьи с более глубоким исследованием. Но сейчас вот это нормально. Я просто сразу думаете, чтобы это не выглядело назидательно. Сейчас доля назидательности в этом, конечно, есть. Мне нравится в каркасе, что везде, в всех разделах есть в чем ошибка и как исправить. Хорошо, что есть диалоги, примеры. Это прям замечательно. Некоторые цитаты наблякнули, в частности, вот это. Меня заставило сильно подумать, но когда ты потом врубаешься в это все, выглядело клево. Поэтому, ну, не, ну хорошо, работа сделана от души. Докрутка на всех уровнях и будет классно. Три дня поноса и медленная мучительная смерть. Ну, обратите внимание вот на что. Конечно, да, цитата на полях, она про то, чтобы привлечь внимание. Но одно дело, когда там что-то из серии «Он меня бил, и я ушла из дома». И ты такой, ух ты, надо почитать, как он ее бил и почему она ушла из дома. Другое дело, когда у тебя фраза вообще непонятна без контекста. Не хочу бьет хочу. Кто кого бьет, почему оно и кого-то бьет. Странно. И ты начинаешь, ну, ты думаешь, ты не можешь, вот, ты не можешь понять этот кусочек сам по себе. И из-за этого тебе не так уже хочется читать то, что там внутри. Поэтому на полях старайтесь делать фразы самодостаточными, чтобы не было ситуации, когда там какие-то три слова вырваны из контекста, смысл которых не ясен. И ты такой, а, что ты хотел сказать? Так не надо. Извиняться только по делу. Хорошо. Ну, тоже. Что остается сзади, остается сзади. Такая странная формулировка. И ты так, а что это значит? Задница остается сзади? Непонятно. Короче, следите за тем, чтобы у вас на полях были более самодостаточные фразы. А вообще, хорошая, крепкая работа. Скелет спасает. Иллюстрации вытаскивают вообще максимально. Так что, Петр, респект. Ну, не говоря уже о сложной теме. Тут вообще очень хорошо. Все люди, которые касались темы развода и отношений, сразу вам... Ну, вы молодцы. Не все, к сожалению, сделали это хорошо. Но я очень уважаю людей, которые берут именно эту тему и пытаются с ней работать. Потому что одно дело обсуждать, как покупать помидорчики. И совсем другое, гораздо более сложное дело, как не развестись с женой или с мужем. Дальше. Честная уборка без переплат. Тоже неплохая работа. Тут хорошее глубокое исследование проведено. Тут сравнены цены. Много всего выяснено. Много рассказов о том, как правильно все выбирать. Эта работа мне очень понравилась в этом смысле. И за глубину и за полезность... Да, тут хорошо. Какой-то странный шрифт, честно говоря. Такое ощущение, что это китайский. Цена-то, например, хорошая. Цены хорошие. Связка хорошая. Сколько стоит стандартная уборка хрущевки? От 1400 до 1900. Стандартная уборка однушки и допуслуги. Вууу! Так хорошо. Не хватает каких-то единичных выводов. Ну, типа, не знаю, столько-то рублей стоит квадратный метр уборки или квадратный метр чистоты для человека, которому важна качественная уборка. Теперь про еду. Все хорошо сказано. Объяснено. У нас скоро выходит гид по еду в Тинькофф журнале. Это все тема знакомая, рассказано хорошо. Уборщица из юду сделала больше, чем ее просили. Уборщица я довольна. Оценила работу 1500. Тут не хватает где-то цены. Вот про офис непонятно. Я думал всю дорогу, что это будет про уборку в квартире. И в конце модуль про офис, мне кажется, излишний. Я бы закончил уже. Было бы короче, аккуратнее и все. Что мне не нравится в этой работе принципиально, так это то, что... Ну, в принципе, во всех аналогичных статьях мне не нравится монобрендовость. Это когда при наличии каких-то альтернатив вы топите за какую-то одну компанию. Ну, там, типа, есть 10 компаний, которые делают доставку еды на дом. Там, типа, ужин-ужин, вкус на дом, партия еды и так далее. И вы говорите, партия еды лучше всех. Ну, это, конечно, есть такой жанр. Но ощущение такого, когда вы прям яростно топите за какую-то из этих компаний, ощущение, что вы их как будто бы рекламируете. И я бы, ну, напрягся. Поэтому, ну, я бы как минимум предложил два варианта. Юду и клин. Ну, например, да, и юду это чтобы сэкономить, а клин это чтобы, типа, не париться и все происходило само. И ты понимаешь цену, как бы, своего комфорта. У нас тут где-то совсем недавно была статья... А, мы ее еще не выпустили. Про сравнение... Как лучше, ездить из Твери в Москву и жить в Твери на работу, то есть ездить в Москву из Твери, либо жить в Москве и снимать здесь квартиру или комнату. И мы в конце сделали сводную таблицу, где мы оценили с одной стороны цену, а с другой стороны уровень комфорта. И вывели, что квартира в Алтуфьеве в 30 минутах езды от работы по соотношению цена-комфорт самый лучший вариант. То есть читатель должен иметь возможность сделать этот вывод самостоятельно. А когда ты делаешь плашку, уборка через еду удобно, недорого, если для тебя не важно, ну, тогда типа фигня, да, что... Ну, короче, может быть недоверие. Нужно добавить что-то еще, чтобы у читателя было хотя бы ощущение выбора. Так. Это... А кто это? Это Маша Векшина разве, да? Да, Маша Векшина, хорошо. Вика. Платоненко. Вот эту работу я еще не видел. Ну-ка. Ох, феминитивы. Позорище. Вот это прям использовать это слово, не знаю, расстраиваешь. Вот это хорошо. Я опять, я тоже стараюсь так делать. А ты кто? Кто ты? Почему я могу тебе доверять? Где какая-то инфа о тебе? Что это за картинка? Кто это? Ты фотографируешь что-то? На что ты фотографируешь? Зачем ты это фотографируешь? Прямо это должно быть подписано. Это плохо сейчас. Я продала Nikon и купила беззеркалку X70. Чем хорош в редакторской работе. Ну и напиши, Fuji X70, обзор фотоаппарата для редактора. Какие проблемы? Кстати, для редакторки... Типа, а для редактора не подходит. Дискриминация, сексизм. Помещается в сумочке. Не надо использовать слова «самый кайф». Это разговорная речь, простая речь и вообще плохо. Я люблю закарманный формат для путешествий, уличной съемки. За то, что в сумочке для меня всегда есть место. Всегда есть место для сумочки. Плохо. Штамп. Под рукой. Штамп. Когда я велась в соцсети Сива Академстрой, то снимала события «Дома и дворы» сама. Летом жители готовились к полумарафону. Тра-та-та. Все думают, что я не профи смыльницы, поэтому ведут себя естественно. А мне того и надо. Ну, хорошо. Не искажает цвета и снимает без шума. Плохо, что картинки разных размеров. Я тут не могу ничего различить. Во-первых, а во-вторых, ты сравниваешь здесь, как шли съемки с Nikon, а здесь какой был результат. Поэтому не верю. Опять, мало места вот здесь выбрано на фотографиях. Из-за этого я не могу рассмотреть, понять, что происходит. Когда у меня была зеркалка, тра-та-та, хорошо. Зеркалкой я носила два объектива, а 70 – встроенный объектив для любых сценариев. Это удобно. Это неплохо. Да, это хорошо. Фотошоп стоит не 18 тысяч рублей в год, а 300 рублей в месяц. Это 3600 в год. Фокусируется по тапу, как iPhone. Окей. Угу. Да. Так, ребят, эстетическое замечание. Пожалуйста, никогда в жизни не используйте наклонный гротеск. Особенно вот такой. Вот видите, здесь просто ареал, или что это, или Вердана, ареал. Просто наклонённый. Это выглядит по-уродски. Если вам нужна цитата, наберите её Джорджи и сделайте курсивом, потому что для Джорджи есть нормальный курсив. Так, раз уж я Вике работу ещё не смотрел, поставлю ей оценки. Значит, сейчас тут же их объясню. Вика Платоненко. Значит, в плане решения задачи убедила, да, пятёрка была бы, если бы ты мне ещё помогла его купить. Ну, типа, цель же моя купить этот фотоаппарат, правильно? Ты не помогла мне его купить, ты просто помогла мне сделать, типа, выбор. Не хватило. 4,5. Но всё равно хорошо. Достоверность. Как бы почти, да? Но ты мне не привела ключевых кадров, ключевых сравнений. Ты не заставила меня изучить эти кадры так, чтобы я поверил, что она действительно снимает лучше. Объективных, хороших доказательств того, что она хорошо снимает, не было. Поэтому 4. Логика. Ну, ничего. На самом деле. Не хватает обзорника, но можно сказать, что 4,5, да. Написано нормально. Опирается на опыт, да. Акценты. На самом деле с акцентами всё хорошо, да. С верстами вроде магии четвёрка. Ну, и на самом деле эстетика верстки не очень. Так что четвёрка. Иллюстрации на 5. Неподсудность 4 в плане того, что всё нормально и ровненько. Я ставил неподсудность 4 по дефолту, то есть, если там нет каких-то явных ошибок. И ставил пятёрку, когда там было трудно придраться вообще к чему-либо. То есть, чисто даже теоретически не к чему было прикопаться. Ну, субъективно за редакторку ставлю, извини, трояк. Это плохо. Но имею право субъективную оценку поставить, какую хочу. Так, продолжим. А, ну и в итоге у Платоненко сколько? 215 баллов всё равно. Крутяк. Усиченко, да? Да. Про кредиты. Хорошая работа. Помню такую. Тут покупает сразу много чего. И очень хорошие иллюстрации. Очень хорошо сделана анимация. Прям Ира не поленилась, сделала хорошую анимацию. Гораздо лучше и больше, чем это было необходимо для решения задачи. И это, блин, прямо круто. Не знаю, откуда она взяла эти иллюстрации. Надеюсь, что они все легальные. Но, судя по ссылкам, она знает, что делает. Значит, смотрим начало статьи. Алиса, говорит, праздновала свои 25 лет. Сняла кафе, пригласила друзей. Потом поехала в бар и каравок. И утром она поняла, что зарплата осталась 500 рублей в неделю. По дороге на работу Алиса увидела плакат. Даем деньги за 15 минут. Нужен только паспорт. Алиса слышала про микрозаймы. Были отзывы, тра-та-та и так далее. Значит, первое. Нужно сказать, что это Алиса. Сразу. Вот здесь, то есть, это Алиса. Она праздновала свои 25 лет. Потому что иначе первая реакция условная, это что Алиса это Буратинка. Буратинки это плохо. Второе. Два абзаца ты заводишь мотор. Надо начинать заводить мотор с одного. И вот эти все подробности о том, как Алиса попала в эту передрягу, нужно уменьшать. То есть, я прекрасно понимаю, почему вы так делаете. Я знаю, что вы хотите создать живого объемного персонажа, к которому ты поверишь. Но от того, что ты скажешь, что она сначала поехала в бар, а потом в караоке, ты более живой ее не сделаешь. Ты можешь просто оставить ее в одном баре. Уменьшить количество подробностей, которые тебе не ведут к твоей основной цели. Привести к кредиту. Поэтому интро сокращай. Не нужно так долго. Дальше. Алиса размышляет. И теперь половину зарплаты. Вдруг со мной так будет. Я знаю Алису, зарплаты не хватает, копить не умеет. Короче, это все длинное-длинное введение, которое вроде как должно создавать доверие, но оно просто тебя бесит от того, что оно такое длинное и долгое. Надо все делать быстрее, четче и стартовать как можно раньше. Потому что человек, который это будет читать, он интересуется этой темой. Он хочет скорее получить ответ на вопрос, как мне сесть в долговую яму. Кстати, долговая яма, это яма, из которой ты не можешь вылезти вот так. То есть, яма, в которой сидит Алиса, очень неглубокая. Ну, круто то, что она у тебя бегает, безусловно. Там была девочка, стала бомжом. Это просто огонь. Это очень-очень хорошо. Страх первый. Мне не нравится, что у тебя вот идет нумерация страхов, она незачем не нужна. Ты могла просто написать, типа, страх двоеточие, или написать страшно двоеточие, микрозаймы берут. Потому что последовательность этих страхов никак вообще ничем не объяснена совершенно. Почему этот первый, а не тот? Не делайте нумерацию просто потому, что вы так говорите. Так нумерация не нужна просто так. Дальше. Ну, вот этот узел неплохой. Микрозаймы берут только бедные. Лес не хватает на бутылку. Сразу смотрим цитату. Приходят люди серьезные, прилично одеты, нормально разговаривают. Нужно 5000 рублей на подарок. Все, собралось. Неплохо. Ссылка на Дмитрия Ефремова неплохо. У тебя много художественности. Много, вот, типа, она такой персонаж, ее мысли кложат и так далее. Тебе это здесь не нужно. У тебя сильный материал, у тебя есть эксперты из микрофинансовых организаций. У людей есть очень понятные проблемы, страхи, которые ты снимаешь. Уменьши количество Алисы, это тебе сейчас никак не помогает. Двигаемся дальше. Ну, неплохо. Конторы однодневки. Кстати, наличие вот этого узла, заголовка контора однодневка, и тут эти фотографии, деньги сразу и быстро деньги, как бы намекает на то, что быстро деньги это контора однодневка. И это важный момент. Когда вы иллюстрируете какую-то вещь, вы сразу автоматически светите на нее огромным прожектором. И это проблема, что когда вы иллюстрируете какую-то дополнительную деталь, вы светите на нее прожектором, из-за этого она становится важной, первостепенной. И здесь ты иллюстрируешь идею, что в Липецке дофига этих микрокредитных организаций, но это не самая важная вещь в твоей истории. И в этом проблема, что тебе не нужно было так иллюстрировать то, что их много, ты могла вообще не ставить эту фотографию. Тем более, она не самого лучшего качества. А сфотографировать, как выглядит контора однодневка. Например, здесь сфотографировать этот несчастный стол, уклеенный объявлениями, деньги быстро и деньги даром. Это было бы круто, потому что это было бы как бы про то, что у тебя сказано в заголовке. А ты потратила иллюстрацию на какую-то второстепенную деталь. Плохо. Но зато дальше ты все это хорошо объяснила. Связочка не очень. Вот это классно, это очень смешно и прям вообще замечательно. Молодец. Вот это очень здорово сделано. Лупа сделана. На что смотреть. Ссылки стоят. Написано довольно чисто. Чтобы не сесть в долговую яму, внимательно читайте первую страницу договора. «Заимодавец не вправе начислять заемщику проценты, если сумма достигнет четырехкратного размера суммы займа». Ну вот я сейчас смог это прочитать, потому что я увеличил в 4 раза или сколько-то, в полтора раза эту страницу. В оригинале это очень мелко написано, читать трудно. Нужно было здесь в подписи написать, там, точка. МФОшки не умеют давать пенни больше, чем 4 размера долга. «Заимы станут безопаснее». «Мужики с битами» – хорошо. «Страшные всякие штуки написаны». Да. На самом деле написано достаточно чисто. мне понравилось. В итоге, что проверить – да. Как действовать – да. Галочки можно спокойно убрать, ничего они здесь не дают. Просто перечислить – да. Ну и здесь круто. Вот эта концовочка прям нравится. Ира, что тут не хватает? Во-первых, эстетики. То есть нужно все исправить, успокоить количество шрифтов, количество форматов, сделать все более линейно и стандартно. Убрать лишнее, убрать разглагольствование, подсушить все. У тебя хороший материал, из которого можно сделать классную вещь. Сделать все менее распространенно, суши ближе к делу. Иллюстрации при этом оставлять. Иллюстрации делают эту статью супер веселой и интересной. Вещдоки хорошо сделаны, кроме вот этой фотографии из Липецка. Так, на этом наше время истекло. Мы закончили на... На... На ком? На Ирию Сеченко. То есть, конечно, я, к сожалению, не очень много успел посмотреть. Но сколько успею, столько успею. Значит, мы оставляем все как есть. То есть, Оля у нас будет следующее. Я сейчас это отмечу. Следующий вебинар в понедельник, по-моему, или во вторник. Короче, я с Лерой еще это додумаю, и она вам опубликует дату следующего вебинара. Скорее всего, во вторник. Сейчас я додайте подумаю. А, да, во вторник в 7 вечера. Я у меня ее уже себе занес. Да, во вторник в 7 вечера в следующий вебинар оценки уже будут стоять к тому моменту. Кто захочет, приходите. То есть, Оля Голева у нас следующее. Ну, а дальше... Либо, если кого-то не будет из тех, кто здесь присутствует, то будем, значит, тех, кто присутствует. Все, ребят, несмотря на ту критику, которую я вам говорил, вы молодцы. Я считаю, что пока что это лучший набор курсовых, который я видел. На самом деле, это лучший набор, ну, если представить, что вы новые авторы Тинькофф журнала даже, вы пока что лучший набор новых авторов Тинькофф журнала даже, который я видел. Двоим из вас я даже уже предложил вашу работу напечатать. Я надеюсь, что до конца проверки я кому-нибудь еще это тоже предложу. Круто, круто, молодцы. Давайте дальше так держать. Не зазнавайте, сделайте хорошо, четко и продолжайте традиции редактуры. Все будет у вас классно. И я очень горжусь, что вы это все сделали. Все, спасибо. Я попробую сейчас это все загрузить в YouTube. И удачи вам с дальнейшими вашими делами. Надеюсь, что увидимся с теми, с кем я сегодня говорил, на второй ступени. Ну все, до вторника. Всем пока.